Честно говоря, до сих пор не верю, что все здесь, потому что даже география у нас такая, что Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москва. И дело даже не столько в географии, сколько в тех, кто приехал. Ну вот, современная поэзия, она вещь такая сложная. Она может быть техничной, она может быть актуальной, это может быть новый эпос, новая искренность и так далее. Но такие стихи, которые ты читаешь и потом ты их помнишь, и они как-то встраиваются в свою жизнь, это у меня, по крайней мере, бывает редко. Тем не менее, вот все, кто сегодня здесь будет читать, они все люди совершенно разные, очень яркие. Поэтому вот эти наши рамки формальные, то, что мы через полутона познакомились, через слово познакомились, это не что-то такое, что может стать общим знаменателем для всех, потому что все совершенно разные. Но вот я ко всем, кто будет читать, совершенно точно не беспристрастна. То есть это мой личный общий знаменатель, потому что у каждого есть стихи, которые в мою жизнь, например, вошли. Вот я когда готовила это, в Фейсбуке это событие, я там попыталась свою небеспристрастность вот как-то выразить в выборе фотографии, сетворения и так далее. Я, конечно, очень рада, что здесь присутствует, и не просто присутствует, а будет читать впервые за много лет наш великий, ужасный Павел Настин, без которого мы бы здесь не собрались, и я не знаю, действительно, может быть, ощущает он на себе этот груз ответственности за то, что жизнь очень многих людей поменялась, из-за того, что когда-то в свое время он придумал вот этот очень живой проект, который не требовал никакой программы общей, да, никакого уравнивания. И этот проект до сих пор, хоть Паша и говорит, что фестиваль слова умер, ну, ему видней, да, но вот Абултаран, например, живут усилиями Жени, прежде всего, да, Тимофей, они живут, и до сих пор прекрасно обходятся в этой общей политической программе. Вот, но, в общем, главное не это, опять же, главное не это, просто вот я хочу сказать, что я со своим личным знаменателем вот этим постаралась, да, чтобы все очень прошло хорошо, я совершенно уверена, что он пройдет хорошо, и вот именно поэтому наше чтение называется «Все сначала», потому что не очень даже уже интересно, что там было, а интересно новое. Вот что у всех новое, и поэтому к этому самому новому я, собственно, предлагаю перейти. Вот, если, например, Юля не против, первое почитать. Или кто-то, кто сам не против. У нас, как на полутонах, тоже здесь нет программы. Вот. Последний раз читал в 2010 году, в апреле, в Плазоне, в Нью-Йорке. С тех пор завязал, но вот так получилось, ладно. Закатилось так, что лишний раз не спросишь. И не говори, как говорится, не говори, пандалка. Верхние молчат свою песню, ползут льдины. Льдина на льдину весна лезет, песни не говори. Помнишь теплоходы не за то, что они ходили. Помнишь набережную не за то, что река текла. Не перейду мост, и ты не перейдешь, она. Как поют об этом факты, говорит Роушенбах. Где у наших дырка, там у ваших бог. Это просто плоская тучивая доска. Как поют об этом факты, там у наших бог. Космос до Гагарина бога не видал. Долетел до лампочки, освещающей подвал. И поют об этом факте. Ангелы в метро. Каждому восьмому бесплатно. Все равно. Необрезанные деревья, поголовно пронумерованные в январе, с чужих слов. Знали такие слова русского языка. Так жгли, что не донесли. Молчали, видели виды. Скрывались под воротник от стыда. Вещи стоят посреди имен. Как корабельный лес. Ждали, он нам перезвонит. Ждем, сам нам перезвонит. Помнишь ли ты море между пальцами? Помнишь ли ты море и песок между пальцами? Ну а так у меня все в порядке. Активная жизнь, насыщенная встречами с интересными людьми. Море любви и тепла. Море любви и тепла. Море забвения. Море Росса. Море Москвы. Море между пальцами. Море Менделеева. Море Уэгова. Море изобилия между пальцами. Активная, насыщенная. Жизнь полная. Встреча с интересными людьми. Мама, как я там? Как я там? Я живу хорошо. Шуров финской шуги. Тусклый нож. Еще цветы. Цветы еще среди цветов. Не слишком сильный боковой. И точное касание в гадезапах. Еще не слишком желтых тростников. Освобождаемся не мы. Но место нас среди цветов. То точное касание гадезапах. И еще цветов. Не тростников. Я прочитаю один текст Наташи Явлюхиной, которая отказалась сюда ехать. О смерти неподъемная двустволка. Заряжена черемухой и льдом. И выстрелит когда-нибудь потом. Дорога от перона до поселка. Под деревянный перестул грозы. В июньских фиолетовых оврагах. Где мерно опускаются в пазы черемухой усыпанного мрака. Такие клавиши, что хочется кричать. Они пусты. К ним лепестки пристали. В них ходит черный дым. И им стучать разрешено поверх любой печали. Поверх любой старательной судьбы. Что к середине портится, как почерк. Он выстрелит. Останутся клубы, черевухи и пара точных строчек. Никто не целовал. Ангинный лоб. Сто долгих лет. Но вряд ли это травма. Гораздо интереснее другое. Узоры на обоях и озноб. Продолговатых клавишка стеной. Свечение во тьме звериных трог. Догадка, что двустволка неисправна. Часто думала о войне, о блокаде. Как Коля Герасимов, нахожу случайно машину времени. И попадаю туда, в самую середину. Вожу сквозь эти звезды и черноту маленькие куски жизни. Еду, лекарства, теплые вещи. Гляжу, как они разбирают невиданные пакеты из перекрестка. Гербарий, занесенный в Красную книгу памяти. Может, зря пугали фантасты. Дескать, не смей менять что-то в прошлом. Ломается будущее, схлопнется и взорвется. Где стояла твоя школа, глядь, черная дыра. Только дневник будет кружиться. Только тетрадь падать. Алиса докуривает, торопит, просит занять свои места. Кассирша Надира пробивает макароны и рис. Хрупок ладожский лед. Зато прочна цепь ДНК. Вот что мы сегодня делаем для вчера. Скажите, куда пропали? А мы не думали прятаться. Просто вы плохо искали. Смотрели там, где оставили. В детской и под кроватью. А мы так внезапно состарились, чтобы не хвастаться. И так случайно помолодели, что легче слушать советы о том, как дать дёру, уплыть, уехать к морю и новому паспорту. Но здесь наши книжные катарсисы. Или это время так пахнет? Из живых так трудно воскреснуть. Особенно если впервые. Услышите наши дурацкие позывные. Скажите, ну, здравствуйте. Хорошо, что спалились. Думали уже не найти вас. А тут книжных полок, глаза седые. Там вы и сидите. Нет у вас мнений, смирений, свершений и прочих страданий. Может, понравились бы Далай-Ламе и нам. Не успеваем за детьми следить вашими и делами. Что ж, отпустить вас, чтоб дочитали. Перевести через эту дорогу с облаками. Мы ни в коме, ни на коне, ни в поклоне и ни в разводе. Ни в воде и ни в поле. Непригодны к неволе и безучастны в свободе. Волоски в его бороде. Забились в тревоге. Забыли единственный номер, по которому отвечают везде. Как на стрёме стояли и ждали, когда украится смерть. А потом на суде отрекались от каждой точки, продолжая её в голове так бессильно, так точно. А что смерть, только хочет отбить кредиты у пока что живых. А как долго листают твои блокноты, не окажись банкротом. А как чётко твои долги отбрасывают на счётах, не притворяйся прощённым. Ты стареешь, и всё труднее признаться маме, что не сделал уроки, что ещё не обедал, не мыл руки, нарушил многие заповеди, вместо порядочной жизни прыгал по гаражам. Такой лапочка, такой заяц, такой хам. А это, смотри, стало быть, твой дом. А тут под ковриком твой аванс. А если кто-то и спросит, как мы живём, ты промолчи и позволь ему выдумать нас. Господи, я твой пудель. Ты кормил меня, вычёсывал блох, покупал ошейник. Я смотрел, как цветут города, как умирают книги. Где попало, не гадил. Когда я вырос, ты отпустил меня в космос. Безвоздушное пространство принятия решений. Стареет трансформаторная будка. Разноцветные шарики лопаются, как почки. Мы всегда будем бежать в твоей упряжке. Служебные, комнатные, ездовые. И на могиле этой собаки тоже крест. Наказал его бог, сволочь такую, Говорит тётя Света, телефон прижимая к уху, шея на бок. Тётя Света, простая тётя, Обо всём говорит, как может. И живёт, получается, тоже на свою зарплату. Если хам ты, так тётя Света так и скажет. И куда смотрели твои родные, И чему тебя не учили в школе. Если вдруг одет ты слегка непрежно, Ха, тётя Света не лыком шита, Тут же в хиппи тебя запишет, Волосатые и смешные. Хорошо хоть за мир мы, хиппи. Если пиво ты пьёшь на лавке, Если всюду таскаешь книги, Тётя Света тебя осудит, Некультурный и очень умный. Тётя Света, простая тётя, Для неё ворота открыты, И её небесное царство. Тётя Света, ты станешь светом, Хиппи, ты станешь светом тоже, Станешь светом и ты, эта сволочь. Вот теперь, наконец, мы можем Примириться и разобраться. Посидеть на лавочке с пивом, Почитать друг другу на память, Улыбаться тому, кем были И чем встали. Каждое утро апреля Тоненький стук за окном. Дятел, наверное, дятел, Время его прилёта. Дятел в шапочке красной Тихо стучит по утрам, Хочет кого-то спасти. Или дорожный рабочий Где-то за домом соседним Нежно меняет асфальт. Старую корку сдирает, Новая дышит под ней. Милый дорожный рабочий, Чей-то восточный мужчина, Хочет кого-то спасти. Сторож ли с погремушкой Ходит вокруг утра, Или седая хозяйка Мясо желает отбить. Мужу положено мясо. Всё на земле, словно дети, Хочет кого-то спасти. Дятел тревожные мысли Видит смешными жучками, Нашу кору излечил. Милый дорожный рабочий Бережно пласт открывает Чьей-то новой души. Здравствуй, седая хозяйка, И молоток твой отбойный. Станем мы мягкими сразу, Чтоб было легче земле. Сторож проходит неспешно, Шутка ли целое утро. Если не хватишься сразу, Так и забудешь совсем. Каждые странные звуки, Каждые смелые тени, Всё, что вокруг происходит, Люди, зверушки, деревья, Чтобы спасти человека. Как же их отобрать? Они все одинаковые. Одинаковые, одинаковые, Стоят, перемигиваются. Давай-ка в две шеренги стройся, Давай-ка бойся, размножайся. Нарисовали б для приличия Себе какой-то знак отличия. А смерть висит привычно низко, А вы не знаете надолго, Какие славные попались, Не отличить, не наверстать. Да, каждый дорог, Каждый зыбок, За каждого теперь пляши. Свобода воли в смертном теле, Смотри, какая красота! Тепло ли вам? Тепло ли вам, ребята? Тепло, товарищ командир, тепло! Спасибо. Это Тимофей Дунченко, Санкт-Петербург. Боже мой! Какой зыбоматый! Вообще в музее такая тема, Всегда хочется все очень потрогать. Все время нельзя. Если я не читаю, доволен. Я думаю, я что думал, я не знаю. Был бы он доволен. Но вот Санкт-Петербург, Ничего потрогать нельзя. У меня была история про хлеб, Когда, например, сегодня един этот, Свежий не един. А это на новой культе. Да, это потом. А завтра уже опять свежий не един. И свежий все время никогда не един. И ты все время стоишь в музее, Прямо такое ощущение. Мы это все не трогаем, не трогаем, не трогаем. И в какой-то момент оно рассыпется, И ты уже трогать нечего. Жалко я, короче. Не нравится мне музей. Убильные ценности в этом плане. А, так. Я хотел бы из чего-то не со стихов... А, я так не со стихов начал. Но там были разговоры про слово. Я как-то вообще... Вот этот именно фестиваль... Ну, это фестиваль, надо ли? Вот этот? С чего-то фестиваль не называть. Вот этот... Вечером не назвать. Вот это событие, да, да. Оно, на самом деле, оно действительно соединяет людей, которые... По-моему, все познакомились в Калининграде же, да, на фестивале слова? Да, или иначе. То есть никто до фестиваля слова не пересекался. Да ничего не виноват. Я понимаю, вот Женя, и мы обошлись в Калининграде. Не очень не боялась вся эта тема, сложная дезинформация. Фестиваль слова... Ты правда такое сказал, что фестиваль слова того? Сказал. Час на переписке. Когда? Ну, того в прошлом году. И то только потому, что его не было. Но до этого, уже без твоего участия, фестиваль слова существовало еще несколько лет. В принципе, формат был немножко, конечно, переделываться. Но там формат переделывался с самого начала, постоянно. Постоянно что-то менялось, какие-то новые формы возникали. Я не готов просто, у меня не так много текстов, поэтому я просто поболтаю. Радуйся, я меньше почитаю, чем больше поговорю. Ты сейчас замечаешься или зришься? Непонятные. Непонятные, Илья. Табличка в мишку. Фотографируй меня тогда. Ладно, я действительно, я как-то, у меня тут что-то разряжалось, еще что-то. Я тебе написал, что стихи будут без мата. Вот, но к сожалению. Да, я подборку, которая должна была быть без мата, я куда-то потерял. Вот, и я постараюсь, я действительно, постараюсь как-то обогнуть то, что будут читать. Держись форматом. Я думаю, формат какого формата? Форматора. Форматора? Да. Какого? Внутреннего. Пушкин. Животона. У себя, Пастернак был настолько скучно, у него даже стихов с матом нету. У Пушкина был мат, а у Пастернака был мат. В письмах есть. В письмах? В стихах или просто в письмах? Типа, я-то стишок написал, с Алмастернак. Ладно, сейчас, мне еще открытие надо. У меня ручкой все записано. Так, как бы делали? Все. Значит, первый, последний. Первый текст, который я прочитаю, называется Кахенаварды. Звучит он так. Как это произошло, что из прекрасного приключения получилась полная сжога? А я расскажу. Для начала ракета был не лучший транспорт. Ну, то есть, все это, земля пнула, мы таки разорвали слои, выбракнули в отсутствие. Наш младшенький, он даже тогда ощущал присутствие. Мы ему были уже чужие, не свои. Но дальше началось полное разбазаривание интеллекта. В начале запотелось стеклышко скафандра снаружи, а вытирать дыхание космоса этими неудобными перчатками очень-очень, как выяснилось, неудобно. Потом запершило в рации. Мы думали, что это так плохо доходит земле информация, а это была радиация. Типа, ну а что вы хотели? Развод руками, опа. Младшенький в этот момент уже перестал есть тюбики и летал по каюте, не замечая, что бьется о приборы с нежной, как крем-брюле, улыбкой. Наш главный биолог дал дёру, попросту заберев себя с растениями, решив, что его углекислые и их численные преимущества оранжерея помогут ему понять, зачем он покинул степь. Таких дураков не жалеет, но такие дураки всегда дают повод основательно напопотеть. И пока мы разрешали проблему со свихнувшимся биологом, наш младшенький наконец-то блаженно стукнулся головой не в тот прибор. Произошла разгерметизация. А разгерметизация уже перебор. Мы с коллегой одели последние скафандры и побежали к выходу. Ну как к выходу? Скорее к безвоздушным пространством выхлопу. Только плюс осознавать теперь, что мы стали спутники. А наш младшенький идиот, ну не идиот, просто глупенький, смотрит в иллюминатор ледяной улыбкой, застывшим стеклянным взглядом. Алло, алло, земля, мы здесь, мы рядом. Поначалу я не понял, что произошло. Я вылез из утробы с радостью рождения, с прекрасным настроением, что вот я жив. И вдруг все заорали, а искусственный мужик смотрел и хмыкал. Но я себя быстрее вентиляцию заныкал и долго там сидел и размышлял о непонятном окружении себя. Пока я жрать не захотел и понял, нет, но так нельзя. И чтобы выжить, надо бы собраться, поднажать. Но я собрался и пошел всех жрать. Никто в космосе не услышит твой крик. Это пугало, пока не вернулся домой. Смотри, я вернулся, я выжил. И оказалось, что самое страшное – это дом, где тебя тоже никто не слышит. Алло, алло, земля, мы здесь, мы рядом. Это я, Алихан, прием, прием. Но рассыл смотрит на меня с потерянным взглядом, проворачиваясь вокруг собственной оси. Я ему говорю, есть земля со своей осью. Земля любит нас, земля нас не бросит, наберись сил. А он перчаткой тычет в трещину лица. Та разрастается, и нурассыл пускает в трещину космичества слезу. Та вытекает через трещину в пространство. И улетает спутником земли. А нурассыл вдруг лопнул и затих. И все вокруг становится единым с моей жизнью и со мной. Я понимаю, что и мой скафандр здесь танцует свой последний танец. Такой красивый и буквально неземной. Так, и давайте второй текст. Мы читаем, как-то еще будет, или я могу сразу сказать. Второй рак. Будет, да, все-таки. Хорошо, тогда я сейчас еще один текст. Рифт. Сонный схем на порядок высший изгиб прилюдимого. Еще гибший виток любимого, нещадящего, нещадного, нещадимого. При выпалых колоссального, в полосу невезения, в выразду тиснения, в голос талый. От того усталый, что мехом всем поначалу придавливало мягко, словно душило легко, а затем голый будернуло, словно крюк из грудной. Издавило так, что вынужденно отхлынуло. Отоскал, как свернутая в рулон волна. Отоскал, кто еще кого выискивал, кто кого отпускал, то ли стиснул, а то ли обнял. За позвонок поднял, посмотрел в глаза, объяснил, что понял. Перестать обращать внимание на насилие. Это нежность такая, немного грубая. Это ясность такая, слепящая до бессилия. Бесящая, да, бесящая от того, что щупает там, где приходится прикрывать ладонью. Где грядет объяснить, что понял. Посмотреть в глаза, приподнять, за позвонок вверхний. Неживое действие, проживая. Следствие, изучая технику родства. Прямо по контуру ощущаемого божества. Неплохой рисунок, на гнилом холсте. Обозначил в местилище, сколько пылищей и грязи. Рваной вязи, числа и месть. До краев опустел. Невыносимо опасен стал. Не то, что полностью, но весь. Понемногу за кувырок приходится отвечать. Мол, мой риф был миф, самогласно выведенный из уст. С крещением тишины и крика. Математика этого трюка. Захудалый паттерн, растянувшегося, как стюна мига. Та росла, как смола, выдавливалась, как могла. Стала самой важной, производной пламени. Даже пламя, то, что руками томол тепло и грелось, оказалось лишь цветом памяти. Что плелась, говорилось, изык, как ревовато пелось. И в итоге вдруг оказалось, что не будет ни смерти, ни жизнь, ни бес. Что не будет ни счастья, ни бездна. Лишний раз повторить то, что уже было однажды проговорено. Когда думалось, что все уже, дальше некуда, истощилось и из стекла, всем было, тем толкаемым безрезультатно в гору камнем и поставленным на вершину знамени. То, что если становится недостаточно внешнего тепла, то приходится не рассуждать, не искать, а самому стать пламенем. Спасибо. Здравствуйте. Я Сергей Михайлович, я из Калининграда. Здесь действительно нужно как-то освоиться, прежде чем начать читать. То, что я прочитаю, это все для меня самого, в общем-то, какие-то новые вещи. Потому что до прошлой осени я такого не писал, в таком духе практически не писал. Как-то вдруг что-то повернулось и стало вот это писаться. И это в целом называется, ну, цикл, не цикл, но некий корпус, который называется «Рыба говорит». Вот отсюда я почитаю стихотворение. Калинин ад приветствует тебя широкоскулой девичьей улыбкой, Что видел ты у матери над зыбкой, ей грудь ненасытима теребя. В окне висела розоватой скибкой луна, Еще безмолвной и грубой, тобой непросвещенная раба, Монаршей ночи, без того уж зыбкой к рассвету. Всенародная труба, когда заныла похоронной скрипкой И заплутала в бороденке хлипкой к тебе непроходимая тропа. Калинин ад приветствует тебя промозглым парком и скамейкой липкой, Оборванной как нить, как жизнь трамвайной ниткой, Столь нищенским исходом сентября, Что кажется неиспросимой пыткой Сияния советского рубля со дна морского, Нивы мерепья, луной все так же и немой, и брыткой, Над сковородкой да потешной дыбкой Тебе по чину копья затупя, Тебе над гробью брошенной гвоздикой Калининград приветствует тебя. Следующее с эпиграфом «Все подшивал до Пресургучего» Вот из рассказа Бунина «Архивное дело» Уходя, не скупись, отоваривай, чем богат в сюртучке отпускном, Пресургучит червяк архивариус, штемпелечки присыплет песком, Подошьет постранично кореньями, Не боись, говоря, возвернем, не тебе, так другим поколениям Долговые расписки времен общаков и крымов покорения. Дальше парочка таких как бы песен. Теперь чини то, что давеча, что было давеча, то взверни, поди, Кому не нравится, нехай задавится, а сама лучшая напереди. А смертушка, да и она пускай, об имя-то матушка не оторвешь, Оденет в новое посюду с напуском, грешно закапывать ядрё на ложь. С таким-то напуском я б лучше к девицам, могила скучная, не то любовь. Под горку с катеркой дорожка стелется, не встречу ласковой пойду к любой. А коли мужу ей, да коли ньём она не чает глупая своей души, Да ты, Семёновна, да ты, Семёновна, со мной, детинушкой, давай спляши. Называется «Конвой», это как бы антиблотняк. Колыхалась в стаканах водочка, дым стоял телеграфным столбом, И горела гранёная звёздочка на погоне моём голубом. Поезд нёсся в туман сиреневый и гудел на степь свысока, Мы на вечное поселение конвоировали зэка. Наши родные поднадзорные, вор в законе, столичный мент, И по мелочи псы позорные, политических только нет. Их народный суд не помиловал, им срока никто не скостил, А я давно простил тебя, милая, всю, как есть, навсегда простил. Я припомнил твою походочку и разбил пузырь, ёж майор, И после этого первоходочкой звал меня товарищ майор. Он расписывал, будто карту брал за Россию салагом нам, Как захватчиков не пускал Урал, и как он строил какой-то БАМ. А притч того, из СИЗО в СИЗО он доставил весь СССР, Так слезу одну за другой слезой лил потомственный офицер. Он бы мог хоть где править ротами, но судьба решила сама, И вот уже за двумя поворотами ожидала нас Колыма. Эх, судьба моя, девка шалая, конвоируй меня туда, Где сияет кроваво-алая путеводная наша звезда. В окна тамбу робилась крошева, вышел я сюда подышать. Ты не жди ничего хорошего, моя радость, моя душа. Пробирается шепотом под простуженный мозг, Кто безмолвно ушел потом, как стремнина под мост, И повыпал внахлест к непредвиденным хлопотам. За плечами стоят перехвачены в талии мой отряд октябрят, Октябристов и далее, и молитвой кандальники, Песи, голых взгляд. Нагулявшись, наверное, по голодным лесам, Между ними я сам встал у ямы навербанное, Прикрывая свой срам, как родство непотребное. И гадая о том, что за время проклятое Мои поры в лито, из руки соглядатая На столешницу падаю, падаю, ускориться бальтом. Брошен смазанной карточкой, мимоходом в расход, Недомолвка, не траченный, мой застенчивый род, Добирающий в складчину, чтоб души разберет. Хочешь знать, как ржавеет нож в доме, В котором ты не живешь? Только чур, прекрати, скулешь, Мне его за глаза хватило. Дай-ка спустимся в тот подвал, Что тебя на хлястике разорвал, У тебя на нем по сей день права, Видишь, как тебе подфартило. Кто там летний в синях стоит, Воду льет, пироги слоит, Не попросишь, а подсадит, До сих пор на губах повидло. Помнишь, как под ногой стекло Билось в пене и кость стекло, Что из этого проистекло, То уж ленточкой перевито. Или, можем, на самый верх, Мглой разделанный, Под орех оставался один на всех, Да и тот давно повалился. Что осталось еще сказать? Думал, походишь и сдашь назад, Что ты, правда, за детский сад? Ты зачем вообще появился? Ну, это вот стихотворение, С которого все началось. Это первые слова. Рыба говорит. Рыба говорит голосом отца, Я голодным ртом хватану живца, Но пусти меня мимо всех обид, Я твоим стыдом, как слюдой, облит, В памяти моей омут не горит. На глуби тверда, мать сыра земля, Не твоя беда, не смотри сюда. На прокорм твоих умыслов смешных Я тоску свою раскрошил, как жмых, Ты среди живых, я среди своих. Брось меня шаля, как бросал карбит, Мне из тьмы отец рыбой говорит. Я уйду на дно данником блесны, Кровь свою стеречь, караулить сны, Да и не отец я теперь, а сын. Следующее стихотворение Павлу Фокину посвящено. Свечусь ли я темнею ликом, Тревожа сердце или скрипя, Взерца ли я равновеликом, Не сразу нахожу себя. Бывает, что-то в этом роде мелькнет, Подобием маня, то равнодушная природа Глядит и смотрит сквозь меня. Она деревьев очень любит, А человек не нужен ей. Она стремится сквозь аллюви Из человеческих костей Холодной плоскостью сверкая Куда-то вдаль, упрямо вниз, И вдруг у гробового края Шумит откуда ни возьмись, Как будто водянистый гомон Из общей бездны донесен Мне о покое незнакомом Сурдинкой наливает сон. И жизнь моя Уснувших раньше Выкликивает имена Ко мне летит Выкликивая имена Ко мне летит Победным маршем Прочь Вылетая из меня Следующая Мария Кахановская Ну, этих людей Вы можете не знать Просто я бы хотел Называть их Потому что это И некое приближение И сохранение Марии Кахановской Это стихотворение Можно по-разному читать Но я люблю его читать С такой, ну, как бы С налетом старческого маразма Не знаю, получится Ну, вот, примерно так Синица с наскоком И сойка с упреком Ко мне прилетели В молчании глубоком Из облака Будто бы взгляд Человечий Упали Беспечно Искрасить Мой вечер Пылающий Словно Ума Воспаление Уселись И чистит Себе Оперение Им все Про меня Исключительно Ясно И я принимаю Их дар Не напрасный Крошу им последнее Внемлю, как чудо И шепотом плачу Я больше не буду Но все-таки Все-таки Есть я пока мест Найдется немало В чем я вам покаюсь Вы будете рядом У самого края Глядят, не моргая Одна и другая И ночь не страшит меня больше Поскольку И там я увижу Синицу Да сойку Сошлись как-то звезды И одна Другой говорит Как ты подруга Цела Ничего не болит Какой-то ты Нездоровый Имеешь вид Та отвечает Милочка Будь добра Посмотри вот здесь Точно ли у меня Дыра черная Как говорят Доктора Первая Ты в ролей этих Неболен-то привечай Сколько раз тебе говорила Уж ты не серчай От всего помогает Только липовый чай Та Я только чай пью А они прописали шнапс Говорят Не шутите с этим Не то коллапс И хотя бы толком сказали Что за такой коллапс Да не слушай ты их Они не то еще наговорят Уж тебе надуют И поможет навряд Зато вот еще полезен Тут и вышел капля Третья не утерпела Не морочьте мне головы Самая лучшая Мой компресс Из толченой ботвы Да и вообще Мы с вами Тысячи лет Мертвы Я не знаю За ваш коллапс Но знаю Такой парсек Так вон уже Где наш последний Несется свет И говорят Он тоже Скоро Сойдет на нет Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Евгения РИКС В парковых дебрях В нем лежали АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ РУКАМ Пробирает их Бокальным голодом Меж тамбурами Точно между шампурами Огненно-мясной просвет Бьются с полохи По рельсам Выходи давай Согрейся Из хрустального Плацкарта Из общественного места Это честь Твоя задета На нее пальто надета Чемоданчик на колесах Сигаретка на губе Ветер вьется Без вопросов Между зимних голубей Я твоя Навсегда-всегда Как лесные духи Бегущие в города Как пустынные джинны На провода Как морские рыбы Плечом в причал И речные рыбы И тусклый остывший чай Нам ли мыкать старость Без пять минут Нет уже без трех Как же они вонят Ты мой брат И корзина яблок И скорбный труд И пожитый скарб В паутине пут Здесь долгий дом Нам под хлопьями тумана Он долгий ввысь Он высокоэтажный И у него в окне зияет рано От занавески хлопчато-бумажный Он бесокосный И в его деталях В раскрошенных дверях В раскатах плоской крыши Находится не то, чтобы не искали А говорится то, что не надышит Их переселят всех к аэропорту В слепую глушь, где нет метро ни метра Один трамвай, восьмой или четвертый Меж пьяных глаз проходит незаметно А он останется теперь уже не ранен Но экскаватором пока еще не тронут Но воздух сразу схлынет И спробоин на землю тяжкую В ее земной короне И выйдут эльфы, выйдут и сельфиды И саламандры в спорах и конфорах С водей толпой на городские виды Прозрачные, хотя они не морок Старик, идущий в планетарий Двадцатый год, тридцатый год В могучей поднебесной таре Такое небо настает Что не звезда с звездою скажет Но кресло выкрикнет спине Как пахнет холодом и сажей На круглых улицах извне Так говорит озон беззвездный Еще не взрезанный серпом Арбузной корочки морозной Под долговязым грузным ртом Да мы уходим в стратосферу Не выкликая имена Да, мы уходим, страстотерпцы Не выключая имена Но здесь меня еще не будет Где душный вязкий кинозал Дрожит, как бы воздушный студень Чуть проникающий глазам Старик в нем, видя ночь и утро Еще медведиц и волков Становится живым Как будто на самом деле не таков Он увидит сквозь дырку в заборе Вечереющий сад И в саду механический сад И все горе сладкой звесью Осядет во рту Эта дырка не память На память только светлая дырка И в ней в пять минут Собираются падать много листьев Светвистых теней Он увидит сквозь дымку в просторе Вечереющий глаз И в глазу электрический лес Из истории Отвечающих звуком на звук Молоточек ударит и эхо Из коленки по локтю пойдет Это связан скелет человека Точно сад и оставленный плод Или лес и грибы в перелеске И сухая рука грибника Прижимаясь к колючей железке Ничего не снимает пока Спасибо 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 Как и дальше Кандидата Нет Нет Не раз Вот это новое действительно Оно все сильно похоже на старое Сережа говорит У него вдруг И у меня тоже вдруг Потому что предыдущая книжка у меня была такая Полярная, Северная, вся антарктическая А тут вдруг раз и пошло другое Я пока еще не знаю, что это Но послушайте Называется Это небольшой цикл стихов Он называется Один ветреный день Ах ветер Взмах и вздох Ахапками листьев взметнув Дыхание перехватил Острые тени Пиками воткнуты во вздымленный асфальт Небо в сумятице Несется кувыркаясь поверх голов Задранных слепящую ввысь Шарфы, полупальто, натянутые поводки Лая свист, закрученные спиралью Цепляясь за выступом Мчаться и мчаться прочь Счастливый исход Они шелестят Какой счастливый исход Лист за листом летят сквозь полдневный жар Растопырив пальцы А я стою на ветру Вьется платье И даже птица меня не видит Вот мой дом В свежей побелке Одинокий сахарный кубик Среди одинаковых топовей На улице проложенной стрелой в степи Суховей швыряет горстку песка в окно За занавеской солнца гоняет по полу Привязанные к нитке солнечный зайчик Зеркало в трещинках Незапертая дверь Ходит на сквозняке Прямоугольным крылом Мама, милая мама Кореглазая, юная Брови в разлёт Юбка-колокольчик Шуршащий оборкой Подшитый вчера на руках По тайным стишкам В перекрёсте лучей Белый блик его рубашки Не разглядеть от волнения Ни лица Ни стрелки часов Внезапный перескоп На строительной, геометрически чистой Плоскости мечты Легко поверить И в этот инженерный городок Где всем по двадцать И деревья, посаженные вечным апрельским днём Так быстро растут Где стремительно небо над нами ветвится И улицы все незнакомы И музыка в парке Стемнеет, пока добежишь Тусклая желтизна школьных коридоров Мел осыпавшись из доски Исконка на листочке Под фартами Горит, не сгорая Вольфрамовая нить Непреклонная, как правописание Аккуратным почерком Буква к букве Дата к дате Ушли И некому свет погасить И, кажется, уходит в облачный край Там, в вышине Нагромождение облаков Взбитых взрывной волной Кучевые тела материки Медленно плывут Запрокинутыми головами И закатными облесками во рту Там, в золотом вечернем покое В селениях, клубящихся Посреди молочных долин Свои находят своих В саду волосов И земля, безлюдная, тихая Плывет в океане Ласточкиного сна Нет, весело кричит мне ветер Сдувая мираж, словно пену С гигантской вогнутой чашей земли Я несу тебя Как дыхание моря Несет соль и счастье И нет ничего своего Ты снова на гребне волны Где юное бытие Зметнувшись к солнцу Смеется в каждой капле воды Белизна беспокойной листвы Боростки пера, сцепленные Горячим воздухом Веник островерх и остров на пустыре Легка земля, летящая в синюю-синь В ее шмелины клеверный зной Большой октавой гудя Я ветер и взмах И последнего вдоха мелкая репь Вспыхнула, бегущая по воде И чистая, чистая солнца сеть Гаснет за дальней далью Сама тишина Вижу тебя сквозь сон На другой стороне улицы Густой непросеянный свет Стоит столбом на перекрестке Расщепленные полосы машин Сливаются в цветной маяте Звуки текут растянутыми За поворот И в каждой секунде Есть еще секунда Чтобы успеть навести на резкость Повременить, держать В стремительном движении Который память не схватывает Все смазано Как невнятная речь Очнувшегося после удара Все странно Все впервые Прохожие, бульвары, троллейбусы Свежевыкрашенные скамейки Голенастые деревья подростки В одинаково беленых гетрах Локти в садинах Сиплые голоса И пятнистый мяч солнца В оленьих ветвях Где-то здесь На скрещении лучей Мы условились встретиться В шесть часов вечера После жизни Но жизнь изговорчива Она идет противотечением В этом медленном сне И неприступный воздух Выталкивает, смеясь Обратно в яй А на его новый день И осколочное солнце В лужах Пятиугольники сирени Счастливые, заплаканные Прильнули к ограде И твоя улыбка Разошедшаяся в тысячах копий Капель бликов Многолекими кленами Шумные клинописи летних улиц И этот перекресток Где свет застыл И не с места Который год Вот еще одно Оно называется Против солнца Безмятежный свет Тает среди обитаемых Облачных гор Здесь не бывает закатов Только медленный Плавный ход солнца Вблизи горизонта Открытое небо Кучевые кроны деревьев Гнезда исполенских птиц Выдох, сгустившийся в пар И на пределе видимости Крыши, дома, сады Там, под старой яблоней В кипенно-розовых лепестках Твой рано умерший брат Покусывает травинку Смотрит в другое небо Сквозь колеблющуюся листву И в его памяти Листью года Сливается сплошной Бело-зеленый шум С просвета веслов Любимый, любимая Шептали береговые сосны Когда он бежал по отмели И веселый змей Подскакивая на небесных ухабах Полоскал хвостом в синеве Дольний, дальний Братья-близнецы Но кто-то окликнул его Не тебя по имени В тот самый день Когда даже имя стало другим И ты не сумел Как не бился Дозваться его назад Земной, земная Что значат эти странные слова Что значат слова Расползающиеся Как вата закатных облаков Свет, свет Прошептал ты Просыпаясь В бледном утреннем луче Не узнавая своего голоса Звучащего глухо Радостно издалека Свет, названный Врат мой Там есть ты И жизнь И что-то еще Непроявленное Бескрайнее Невидимое отсюда Против солнца За кромкой облаков Спасибо Свою маленькую точку Я поставлю на листе Белой ватманской бумаги И пойду гулять в Москву Жизнь моя, как эта точка Белой плоскости среди Я одна из РЭС-экстенса Но внутри нее живу Поживаю, подмерзаю Согреваюсь, веселюсь Вылезаю, залезаю И боюсь, боюсь, боюсь И бояся, восвояся Возвращаюсь из Москвы В белой плоскости Свояся в черный ящик головы Любите живопись поэты И фотографию любите И инсталляцию тоже любите И перформансы любите Любите абстракцию Любите концептуальные объекты Пластиковые цветы Экраны теплые, жарящие Глаза нагретые Ибо эссенция бытия Бьется в них, но не может выйти наружу Запах краски Ленинград Любите И горы черного пыльного пластилина И натюрморт в дыка Корчатинец Выставлены так, чтобы на него падали Розовые лучи заходящего солнца Любите И его поэты Музыка, музыка, музыка Немая музыка, нарисованная углем Души предмет Вам научит переносить с места на другое место И затем еще обломанные карандаши Которыми можно не только рисовать солнышко в альбомах Но и играть Этот карандаш Мама, а этот поменьше Я любите, любите, любите Вы никому не нужные Пляшивые В заношенной одежке Бедные мои Милые мои Любите все это Что в вас не любите Ничего-то вам не жалко Любите, пока не умерли Если слова ваших стихотворений Превратить в пластиковые буквы Которые помечают сырные головни И сложить их вместе То закроют они небо и землю И свет затмят И наполнят пространство Но тот и там Универсальная инстанция смысла Возрадуется, когда прочтет И всем уничтоженные божьи свистелки Восхищены вверх И там сохранены будем Аминь Сосредоточусь на дожде И вызову дождя Сосредоточусь на бомже Напротив он сидит Он ждет чего-то И давно И умирает, ждя Как в том замедленном кино Наказанный бандит Он не отмоется дождем Он спит в своем тепле Он пахнет внутренним собой Так смерден человек А прочее всего лишь сбой Всего лишь внешний вид В тебе, во мне Или вот в нем Такой он же смердит И жить мы будем на земле И дует ветер в феврале И голова пускай в тепле И нос в сопле И хвост в зале А там уж, глядь, и новый век И бомж на лапке У всех чего-нибудь да нет В зависимости от Ну вот заводится предмет И знай себе живет Лежит в углу в себе В пыли То книгой, то носком Но без него на всей земле Все будет кувырком Начнется мор Начнется глад Наступит хлад и тьма А так он видом небогат Он спит внутри ума И ты, дружок, ложись и спи Мир твой, храни его Люби, что есть, что взял Терпи, не трогай ничего Что делать нам Вот с этой панорамой Вот с этой старой И скрипучей рамой Вот с этим солнцем Бьющим сквозь листву Как быть Совсем кипяще-шелестящим Совсем бездумно Медленно летящим На страшную Красивую Москву Как нам пройти Сквозь зыбкое пространство Как нам сквозь двор Слоистый переплыть Как нам немного юности добыть Чтобы дышать И думать не напрасно Здравствуйте Кстати, спасибо большое За возможность Что-то сказать То, что здесь происходит Мне нравится Я поэтому Пытаюсь прочитать Что-то с озвучкой Сначала А, Вадим Месси Меня зовут Русский Гулер Обязывается Однажды Да, кто мне Это нахуй с меню Только там Где сможешь ты проснуться Обманув испуганное время На секунду жизни Лена, крапивы На одну куриную минуту Торопясь куда-то в холод Запах гари Недомолвки Возвуки Обрывы Безразлично Смешанное племя Что-то уже не знать Куда вернуться Ты захочешь петь О чем-то новом Позабудешь вкус Надежды Жажды Повторение Ласковую смуту Будущие праздники Поминки Там тебе не верилось Что каждый Перед смертью шепчет Благодарен Только там Где сможешь ты проснуться Никогда Последнего Однажды Прислоняясь К белесому уюту На окне Застыв Листком кленовым Сжавшись Красным локоном В косынке С комканной перчаткой На китай Табу детской комнаты Окно вымали на ночь Оно стало совсем холодным Не нельзя пить чистую воду Брать руками круглые вещи Не нужно привыкнуть к другому К белой щелочи Черной марле К кускам сухого картона Вот и довольно свободы Неизвестно, что более тщетно Покой или беспокойство Точно так же мечтают кошки Гладить волосы человека Я готов промолчать и об этом Глухота почти идеальна Все равно О чем ты попросишь Все равно нужны только двери Собака Любовь хороша, когда превращается в ужас И у тебя развязываются шнурки на церковном дворе И ноги подкашиваются И рот разговаривает сам по себе Богородица Казанская Какая ты красивая сегодня И потом ты молчишь двенадцать лет Пока, наконец, не увидишь собаку Пушистую белую собаку Которая все эти годы сидела у твоих ног И ты встаешь на колени И вскоре твой черный язык касается земли Крепость Делать любовь В гороховой соломе смерти Вдумчиво, будто строишь Из разноцветных кубиков Женских душ Всю жизнь возводить ее Этаж за этажом Чтобы сегодня разрушить Одним щелчком Встретив тебя Все, растите Памятник моей тетки Юлии Ивановой Приснился сон, лишающий сил Изощренно беспредметный Я полночи курил на веранде Не знаю, как жить дальше На следующий день в Сибири Уверла тетка Юлька Старшая сестра отца Утром я позвонил родным И мы сразу уехали в Люджерси С новороженной дашкой на океан Песчаные пляжи ослепляют Словно вспышки молнии Разлились и застыли Вышки спасателей обезглавлены и пусты Дробятся в воздухе отражения икорей Жена была счастлива Отель у самой воды Из Нью-Йорка мне позвонил Давид Ах, сколько лет, сколько зим Меня не покидала навязчивая мысль Что мир остался прежним Но вера стала другой То ли потеряны буквы в алфавите То ли послы иноземные Смогли убедить Кагана Поверить чудо Голгофы Или вот, скифы прислали лягушку Царю всемогущих персов А он так и не понял, в чем намек Ласточки До рассвета, ласточки влюбленные Выдан отпуск В дождик имитаться Сквозь косой туман Воздушных просек Вылетать морянкой да ищейкой Знаешь, если думать без истерик То покой берется неоткуда Я всего лишь ветреный матросик Так же не в попад одушевленный Легкий, будто сшитый белошвейкой В первый раз, сходя на новый берег Не смогу не встретить, не расстаться Скользкие деньки свои забуду Раз уж мне вернуть не довелось Вот И я смелюсь вот что сделать У меня последнее, то что вышло Это вот 500 санетов Леруа Мерлен Я всю философию не буду рассказывать Вкратце это не санеты Их не 500 Леруа Мерлен Это не имя прекрасной дамы Название строительного магазина Но учитывая, что я дам никогда не был Для меня это прекрасная дама Вот Это такой бесконечный, бесконечный текст Я сегодня читаю из такого места Которого я ни разу не читал То есть я не знаю, что меня ждет И куда я вляпаюсь Вот Я попробую вас не грузить Потому что Итадас я тут другая, чем Полтона Так Ну вот отсюда Что может быть нелепей и позорней Чем верить в иллюзорную мечту Что с каждой секундой иллюзорный Растаив карамелькую во рту Ты чертно прикрываешь наготу Прозрачны для меня твои наряды Как шелк, что тянут ниткой шелкопряды И вместе с ветром плачут на лету Я перешел в последнюю черту Я оказался в мире голых женщин И через мир случайно обрету Одну из них беззвотных и затрещан Как можно жить без вопли и затрещан Без синяков, царапин и корост Мой дух до безобразия уменьшен Закончился вчера великий пост И мне в живот вонзается кулак Песок из почек подступает к горлу Горами шмоток, горбосится шлак В который ты алмазный фонд истерла В столицах нет ни правил, ни идей А только спора, благости и блуди Но человеку можно есть людей Когда он наконец выходит в люди Когда ты наконец выходишь в люди Жизнь начиная с чистого листа Ты моешь ноги подлым июде И размыкаешь хайлему уста И сладострасти выше в мире нет Чем пристрелить, отпраздновав измену И в терпу, терпсихору, мельповену Что нам дарили негасимый свет Чтоб Клерой Мерлен упасть на грудь Целуя контрафактную камею Нас ждет за дверью Долгий, млечный путь Я секса без любви не разумею Я секса без любви не разумею Но я люблю демократично всех Девиц и женщин всей душой своей И презираю гробный свальный грех Есть нежность, что от Господа дана А нас родни, природному таланту Так гордому скитают свою мигранту Мила любая теплая страна Он ей кричит, какая ты родная В пути за Геркулесовой столбы Я из столпы всегда тебя узнаю Я слишком долго слушал пульс толпы Я слишком долго слушал пульс толпы Я ждал ее внезапного инфаркта Так постмодерну ждет смерти Авангарда лажать гурьбой В комфортные гробы Так длится дивый оперный оргазм Когда она поет, раскинув ноги Вбираю молодой энтузиазм В свои великолепные чертоги И голоса вселенные в ней звучат Преобразив гидравлику сцепления Так будет снова Божий Сын зачат Начав иное летоисчисление Начав иное летоисчисление Грядет большая битва за бензин Безумный Макс отныне Божий Сын Он нам принес святое искупление Бензопила гудит под дизель-панк В обугленных степях Горят покрышки В бисквитный торт Въезжает ржавый танк И замирает в кремовой манишке И амазонке Скачет без одежды Чтобы загнать капкан единорога Ты веришь в Бога? Я не верю в Бога Твой Бог не оправдал бы их надежды Спасибо Всё Спасибо 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 Я запрошу язык отворю Я запрошу Я запрошу читать кого-нибудь Кого-кто не с нами Но между нас Но я так и сделаю Санатик Я раньше никогда не умирал Как бусы, как серебряные обложки. Воспоминания по природе ложны, Блескучая воздушная икра. И снился город мне, как Ленинград, Чуть серый, удаленный, непреложный. И сон сужался в маленький экран, И я забыл ее неосторожно. Но ей дозволено и то, что Богу сложно. На сером пляже черно-белый храм, Кув жертвенника гладок, невозможно. Протянешь руку, но пришла вчера. К нему вспоминаю бережно, подкожно. Нет никого, и кажется, игра. Левчина, али. Спасибо. Считать будут не только те, кто точно знал, что будет читать, но и те, кому об этом только что сообщили. Я очень хочу попросить, и я очень рада, что Алеша Прогопьев сегодня приехал, и я хочу попросить его почитать. Спасибо. А сколько минут? У нас десять потолок. Потолок, хорошо. Просто я в некотором соображении, читать ли мне два коротких своих, или сразу почитать о рыбе. Рейхе. Можно тебе дать стула? Нет, как-то так, нормально. Я возьмусь. Ты это можешь брать, или он музейный? Давай я поделюсь там же. Ну, а на самом деле, если себе пригодится. Спасибо. Я пока встаю, потом... Спасибо. Есть два коротких страниц, которые, может быть, поскольку мы с амбогием не виделись, может быть, кто-то и не знает. Не написано... Метафизика одежды тоже многие, наверное, не слышали, да? Не слышали? Ну, не будет себе. Потому что сегодня тогда перевод и два коротких, которые никуда не ушли. Первое створение посвящено девушке поэмне Тая. Тут речь не о девушке, а о имени Тая. Мне так понравилось. Таисия, понятно. Ну, в общем, Тая. Понятно, что человек тает сразу. А ты слышишь такое имя? Но створение тоже не об этом. Даже не знаю, что. Его надо читать глазами, потому что он графически сложный. Но вы слышите, я буду делать паузы после каждой строчки. Падая, мимо я пролетаю, мимо ты. Да, я, та, ю. Но нет там. Не, за, что, за. Я падает, ты падает. Я больше не, я больше не, сейчас. Что, за, я, за, что. Такое непонятно. Оказалось, что вы тихо-чего даже лучше. Следующая тоже короткая. Не прощу. Не проща. Это такая проща. Что все упрощает. Щу-щу-щу ищет. Ща-ща-ща. Упивается. И не про, не про, не прощупывается. Но каков при этом прищур пращура. Вот такие вот шутки. Теперь, значит, рельфиум, рельфиум, рельфиум. И вот нас со студентами, условно студентами, разобрали. Это в оригинале. И поняли, что надо его переводить. Ну и печальный повод, как всегда, все это наступает. В какой-то момент. Я не буду тогда немецкий читать, потому что это делка. Это может быть начало. Да, начало. Рельфиум, рельфиум, рельфиум. Рельфиум, рельфиум. и не так, что я не могу говорить, что я не могу сказать вам, что ты такой, что ты так, как ты так. Ты желаешь, ты лето, ты такой, ты такой. А это то же самое, как ты думаешь, или это то, чтобы не было не так, как ты так, как ты так идешь? Мы правда не встречались, вот, начало бывает тяжко медлишь, переносишь его, а так сердцу тяжко от тебя, но как сказать ты мертв, о том, кто страстно сам быть мертв хотел, пришло ли облегчение от здесь не быть, как мнил ты, или от смерти, как форма быть, все так же далеко, ты мнил там лучше обладать, где грош, никто не ставит ценность обладания, ты мне внутри ландшафта оказаться, который был картиной пред тобой, чтоб изнутри в любимую найти, пройти сквозь все, как трепет сильных крыл, но лишь бы детской глупостью твоей недолго пользовался дух обмана, чтоб растворен потоками печали, течением влеком в полусознании, вокруг чужих и незнакомых звезд нашел ты радость смертной бытии от снов, что ты принес туда, отсюда, но как ты здесь был близок от нее, как здесь серьез хозяйничал радость стремление строгое твоей тоски, разочарован счастьем или несчастьем, в себе копаясь, ты восстал, прозрев, едва под тяжестью находки темной не падая, давившей на тебя, ты нес ее, но так и не признал, что радость нес, как малыша мессию через ручей, нес бремя через кровь, что ж не дождался ты, чтоб эта тяжесть невыносимой стала, в этот миг тяжелый, истинный, преображаясь, глянь, уже возможно следующий миг, увенчанный явился на пороге, но тут свою-то и захлопнул дверь, так громогласно целый мир сотряс, что где-то сквозняками нетерпения открытое замкнулось на засов, и не прошла ли трещина тогда сквозь семена здоровой в земле, кто знает, не мелькнуло ли в животных, прирученных охоту убивать, как молния сквозь пораженный мозг, кто поклянется, что не наш поступок ударил ближнюю сосну, и кто же его направил, все здесь направляет, так все разрушить, и теперь в веках так отзываться будут о тебе, если вдруг герой сорвет, как маску смысла, что казался нам лицом вещей, и нам в неистовстве предъявят лица, глаза которых молча и давно на нас смещенные глазницы смотрят, лика на вопри будет неизменным, так все разрушить, глыбы стыли там, и в воздухе уже ковался ритм строительства неудержимый строй, ты там шагал и видел некий хаос, одно скрывало от тебя другое, казалось, все уже пустило корни, когда шел мимо, ты не веришь, что поднимешь их, и вдруг поднял их все в отчаянии, но для того лишь, чтобы зияние каменоломни бросить, в которую от сердца продлеваясь, они теперь не поместились, если б какая женщина рукой легкой гнев усмирила за рождение, если б кто встретился в глубины погружен к тебе, когда ты молча выходил свершить свое, да если б даже путь твой мимо мастерской шел, где весельем стучали молотки, и день свершался так запросто, если б взгляд вместил достаточно пространства, чтобы жук и малый труд его вошел, в тот миг ты прочитал бы надпись, в знаки чьи вгрызался с детства долго и напрасно стараясь, чтобы сложились предложения слова, нет, усказал нарочно смысл, я знаю, знаю, ты лежал и гладил бороздки, словно надписи на камне, могильном щупал, где оказалось, свет вдруг сгорался, ты держал его перед строкой, на пламя тут же гас, то ли дыхание, то ли рука дрожала, а то ли само бывает гаснет пламя, и так ее не смог-то прочитать, а нам и духа не достанет, ведь сквозь боль читать ее не разберешь, да издали, ну что там забрать, нам остаются лишь стихи, в которых слова отчувствования и стремления отделены, и ты выбрал их, да нет, не все ты выбрал, часто был началу предзадан облик целого, что словно заданием служил, печаль сквозила, ах, ну лучше б ты своих не слышал уст, твой ангел до сих пор звучит, но он иначе акцентирует, мне слышно в его манере чистое ликование, и ликование по тебе, твое, что всякое покинуло любовь, что ради зрения и ты отказ познал, а в смерти мощный рост увидел, они твои художники, форма три открытые, вот первое литье, пространство, чувство, круг, а вторая форма, способность обходиться без желаний великого художника способность, а в третьей, что так рано ты разбила, когда из пекла сердце первый ток дрожащей лавы не успел еще пойти, отличная отливка смерти, той смерти собственной, что каждый сам обязан к ней, дуждаясь, только прошить, и здесь мы ближе к ней, чем где еще. Вот дружба где твоя, твое имение, ты их уже предчувствовал, но полость внутри тех форм в тебя вселила ужас, ты пустоту взял, руку запустив и плакать стал. Проклятие поэтов, что плачут там, где нужно говорить, что всем свои хотят поведать чувства, где надо их образовать, считая себя певцами радости и горя, и думая, что для того стихи, чтобы скорбеть и славить, как больным им речь нужна поплакать и поныть, и рассказать, что причиняют боль, вместо того, чтобы притворить себя в словах каменотесом неустанно, в невозмутимость камня приходя. Спасение было здесь, когда б хоть раз увидел ты, как стих, судьба уходит, не возвращаясь, образом внутри став, не как образ. Так вот предок твой с картины смотрит, чуть глаза поднимешь, похож и в то же время не похож, тогда б ты выбежал. Однако мелко, что не было рассматривать, в сравнении упрек, ведь он совсем не про тебя, что происходит, далеко от мнений уходит наших, нам их не догнать, не узнать, как было там на деле. Не смущайся, как тебя коснутся умершие другие, претерпевшие все до конца, что им кончина скажет. Спокойно, как уж повелось, меняйся, спокойненькими взглядами, не бойся, что наша скорбь так выделит себя. Великие слова из тех эпох, свершение зримых вовсе не для нас, кто в победах быстрее бы только. Простите, кого я не услышал, никого мы еще не услышим. Я был рад вас всех видеть. Я был рад вас всех видеть. Это ж надо, какая досада. Где же самая верная шпаргалка? За какой подкладкой? В каком носке? Это ж еще в школе переучили всех правых. Что ты, как бабушка, после инфаркта трясешься на простыне? Одеяло съехало, а самой не поднять. Где медсестры твои, где твои медбратья? Лишь ординаторский ординарец гордый поднимет капельницу на рейстаг. Ты сдала весь генеральный штаб, а имя свое не помнишь. Бабушка шепчет. Только не выключайте снов. Я в темноте без очков ничего не вижу. А палата ждет, когда она наконец уснет. И стоит, и дышит. Шпаргалку выстреливает рукав. Да не тот параграф. Бабушка, бабушка. Это не хрип, а храп. Она могла б вообще ничего не сдавать. Не писать контрольных. А сидеть возле учительского стола. И смотреть сметло и спокойно. Из вершины этого дня безымянными журавлями мы тянемся в сторону рая, норки собственных тел, безукоризненно волоча. Кто-то нас остановит и спросит, простите, далеко ли до ада? Мы ответим, не знаем, направляемся в рай. Значит, эта дорога не ваша, а ваша другая. Поверните направо, и там, за углом, это ад. Мы сказали спасибо. И с вершины этого дня поменялась цепочка одна на другую. Муравьиная стая за угол заходит звеня. В этом мире углов не бывает неверных сторон. Правы все, кто идет, тот приходит. А куда узнаем настолько потом, что не скроем. Добрые тимуровцы мои, Как ловко вы нарисовали крест на моих воротах. Теперь я знаю, вам нужна помощь. За мной не заржавеет. Давайте погадаем на ромашке. Спасемся мы, спасемся, не спасемся. Давайте мы бутылочку раскрутим. И каждый, на кого она покажет, Расскажет нам, что любит в этой жизни, Чем держится в живых. У Оли это мармелад и конь. Мы выслушаем каждого земного, Что принимает он на утро аспирином, С какой ноги встает. И продолжает танцевать на кухню, И на лоток восходит, как на трон. Ему еще один положен день. Деревья, вам до нас не достучаться, Машины, нам за вами не угнаться, Вы нашу память на себе несете. Пока ржавеем мы под этим снегом, Нелепые, занудные, немые, Таким и смерть зачем. И вглядываемся в эту пыль и копоть, Когда же лебедь наш заменит робот, Что принимать, чем успокоить сердце? Попробую Аркадия спросить. Пока над этим домом, белым флагом, Красиво развивается бумага, Прощение просит каждая таблетка За то, что не сумела нам помочь. И вот поехали по кочкам, по кусточкам, И видим белый крест на каждом доме, Вся улица в крестах. Мы здесь, мы здесь, мы здесь. Вот наша помощь, вот наше ничего. И последнее. Лиза Дьяконова прыгает в водопад, Плавает там. Да здравствует удивительное избирательное право Всех женщин решать. Вот она идет в жутких розочках, С полными рюкзаками из Ашаны. Смерть, где твоя выгодная акция? Заканчиваем школу еще один, два, три раза. Макароны были вчера, сегодня картошка, А это мой сын не любит, а это не любит муж. Сурово гасят свечи, бесконечными тут Церковные строгие молодые старушки. Как они забрели сюда? Батюшка отпустит им все, что на них было. Распущенные волосы, длинные юбки, Платочки из фестиваля одержания, Где-то в Рязанской области, Куда не ступала нога совести. Что из них возьмешь? Отмаливают наши грехи своими словами. Память, где твое холодное зеркало? Гертруду не красит бы и тушь, слезы и животноводство. Она видит деревце, придавленное большим стволом. Решает, приподнимает. Еще разок он трудный самый. Мать, мать, ну ты даешь. Расти себе, у меня все получилось. Я уже на свободе. Сестрица, сестрица, выплыви, выплыви на бережок. Второй пол, вот вам ваши мимозы. Я отдала ГЭГ, готовую честь за ваши морщины. Я мужчина, ваш первобытный мужчина. Я открою шампанское, продержу дверь, поцелую руку. Только что вы скажете, если все время кричите? Не уступайте бабушке место в метро. Она поворчит, поворчит, но все равно простит вас. Она отдала долг, рожала, кормила, не носила слишком короткое, вызывающее. Старость, где твои утешительные призы? Да что там говорить, ты молодец, бабушка. Пришли нам с того берега свой фирменный рецепт. Как стать настоящей женщиной? Умереть незаметно, чтобы никогда не узнали, что ты была, оставив накрытой салфеткой, приготовленной на всех ужин. Спасибо. Спасибо. Давай ты, давай ты, ты, ты. Да, у меня опять ничего не готово. Сейчас будем подрискивать. Северное сияние, так называется. И та набережная, и все испокон брежнее. Кровь черешняя, сердце чахлое, все по-прежнему, запахи перемол. Как-то голова, лежащая на руке, приносит чувство тысячи иголок. Все верно, это сияние северное. Расслабься, принимай удовольствие. Принимай единственное верное, пусть оно, а не мы, решает. Как ресивер сигнал, так и ты ловящий луч, прыгающий в свой единственное, чем полезный, что отражает осколок, так и тащит свое настоящее в уголок. Там сидит неспящий, варит суть, его котелок. Вот все, фейеррит намбер, вот газет меню. Ушел курить в тамбур, молот лимит. По новым правилам, завис вне поездов, трясущиеся между вагония. Высек огонь, хрустнул локоть. Вдох как огонь, выдох лопнул. И какая же была ходьбы курить ирония, что очень хотел, прям сильно. Но только минуту пробовал. И укладываясь, свертываясь на верхней полке, мысли о волке, меч из дефективной проволоки, стандартные мысли пути, пыль вагон нанеся на футболке, продирая глаза, на ресницах ЖД роса, и холодок чужого пространства в холке. Все для того, чтобы сначала выйти, потом идти. И никто пихто, не спросил ты кто, не спросил ты как, не узнал ты где. Потому что честно, а что честней? Вытраченные глаза чудовищ бездны или твои, обратно подмигивающие ей? Это чувство мирное, по нему мы как по маяку, как по факелу, проводим сжатие родства. Все верно, это сияние северное, пенсионный раскрас языческого, безмолвного божества. Сейчас, секунду, вспомню, вспомню. Че хотела. Я не знаю, что я хотел. Вопросы. Я уже склончику. Вопросы. Че-то бодренькое. Наверное. Мне немножко ритмы расшатать, да? Нет? Сейчас попробую. Нет у меня тут ничего. Не готовы я. Что-то волшебное. Это, кстати, единственный текст, который я вроде как даже выучил наизусть. Но забыл. Но забыл. Не, я не буду его наизусть. Я вот так начинаю. Только полночь придет. Открываю глаза. Мне пора проведиться. Пора выползать. И шепчу через толщу матраса. Я волшебный. Я не опасен. Ты пойми, мне нравится твоя пяточка. Каждый раз, когда ты неловко и тянешься в поисках тапочка, я с тяжелым дыханием навстречу тянусь. Мне потрогать секунду. Секунды достаточно. Ну, пожалуйста, дай мне ее лишь куснуть. Я тебе обещаю, что сможешь уснуть и уткнуться обратно в подушку. Только пятку спусти. Пусть она повисит. Мне бы коснуться ее. Мне бы ее поскрести. Ты же маленький добрый к зверушкам. Ну, чего бы от меня спасти? И тут ты принимаешь свое первое в жизни волевое решение. Кричишь, мама, мама, у меня под кроватью что-то волшебное. И мама услышит. И мама придет. И швабру возьмет под кроватку, пихнет. И скажет, ну, пустую. Тут нет, посмотри, ничего. Чего, мол, кричишь, мой ребенок? Но мама твоя никогда не поймет, что я скользок, прозрачен и ловок. Что меня не поймать не поймет твоя мать. Что я тихо сижу, что я когти втяну. Потому что я терпелив, я способен ждать, я готов придержать слюну. Так что, мама, права, не кричи. Замолчи, это глупо кричать, если нету причин. Успокойся, ложись, одеялко поправь. Только пяточку высуни. И суй под кровать. Вот и все. Но чего ты боялся? Я был честен, я не притворялся. Мне действительно нравится твоя пяточка. И душа, мне этого я не нужна, не буянь, только пятка. Мне пятки достаточно. Так, 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 съем и заканчиваем текстами, которые тут находятся. У меня была программа, которую я должен был когда-то где-то читать. Сейчас грузер, да? Чего? Ты прям с плутанов это делаешь? Нет, это файлик. Большой. Так, тут мотаем дальше. Сияние зверя. Космат строил скафандр в свалку брошенных вещей, пост мышечей, отравленные восприятия костров. Пахнут дровейся, словно жгут волосы всех тварей мира. И запаха этого, как в песнях лета, щебечет третье прощание поднебесье. Такие истоки, что порошится запястье и превращает сгиб ладони в мех. Где зверь идет, там полные восторга, сияют маленькие щуплые зверьки. А он идет, и полное сияние в его гнездо на крупной голове. Скрепит при каждом шаге в пустоту и вылупляется по птице на движение. Космат глядит на трещину лица. Скафандр сброшен, а лицо осталось. И стонет выпуклость, как впалость. Отрезк стоит, как будто тишиной. Становится живой и неживой. Щека коленом грозит обглоданным животным. Порода из прекраснейшей нелетной погоды на залетные шторма. Как в этом блеске не свихнуться, чуя, что миг внезапенно орудие ворже, Что рой руины чувствует, как струи, откусанные пчелами оружие. Снегирь стоит, как статуя на ветке. Его косматый поставщик себе в костричи делает отметки. Его слепые чурки-демиурги ворганят мрамор, получают на леща. Такой маякап, что радуги и зерна, горгули и ангелы в кольце. Когда свернулось молоко с соса волчицей. Лепо и покорно остался творог на сосце. Подумаешь, молитва будет воем, подумаешь, в скафандре тот же рой. Пчел, они стеклу не сдадутся с боем, сдуются в маленькие крохотные пчелки. И в своем безмятежном покое поверят, что и это он учел. Хром, сталь, стал хромать, металл искорежен, металл устал. Выбирайся с обломков дымящейся машины, вдруг увидел, куда забрела машина. За облачные вершины, под небеси, тихими вспышками, как в кроватке прячется, обложившись плюшем. То всхихикать еще раз, взорать. А давай разрушим, положить на плечо кулак. И потом-потом разжимать пальцы, большой, указательный, средний, безымянный. А мизинец, колеса горы, квадраты сросвати. А пока мир во сне, покой на своей кровати, уют среди своих стен. Шла Саша, любила Рашу, сосала пушку, холила тушку, была своей, нашей. Наша наща, пиши И, И с буквы. Когда кукушка лета твоей пропоет, в голове другая кукушка стукнет. Прямо-таки пиндюрит молотом тора. Хор поет и стоит рядами, только так, как может стоять хор. А один из хора, нащупав педали, затащил их всех под колеса. Интересный результат перевода текста в речь. То есть становится учтенным каждое производимое слово. К черту поэзию художественность донести бы мысль, хоть какую. А то хочется лечь в сугроб, плашмя лечь и руками туда-сюда делать ангела, не гудышного, никакого, пометуя свою безбожность и ношу свою. Пометуем. Костры. Я бы попробовал лизнуть смолу эту. Не в костре жившие, замирая, глядят, как локочет уголь. Смрад проходит мимо. Состоялся диалог, что понятно. Скапливается, так сложно смотреть в окно, видеть такое же, красивое, сезон за сезоном. Считать весны, лето, осень, зима. Проворачиваться. Подождать, пока живое прижмет. И очень сильно сопротивляться этому вынужденному насилию. Карманы болят от ладони. Локоть делает ложный маневр и выпихивает себя на посмешище. Больно говорит. А мы ему не верим, потому что незачем. Зависая у огня, думая о море, произнести пророчество на целых пять минут вперед. Разреши проблему. Кто ты? Тигр господин или тля человеческая? Решай учти. Ползешь ли ты по телу своему, скрабляя моменты голода. И рычишь бестолку, затаившись в кустах на трепетную лань. Небольшой костер на пляже гасит все восприятие звезд сверху. Способности зрения. Хочешь увидеть звезды, погаси разведенный костер. Хочешь услышать плеск волн, перестань петь. Никогда никого не обнять. Любое производимое действие рушит восприятие того, что действительно стоит воспринять. Пока ты думал, что смерть за плечом рычит, а жизнь где-то там, между солнечным сплетением и поджелудочной урчит, оказалось, что первое, а второе — чит, которым можно воспользоваться, если сможешь не зажмуриться, смотря на перекрестные их лучи. Старенький я сидел. Тимофей Думженко — исторический великий полутонос. Он из 16-ти фестиваля «Подгибах только два». Без него соль без перца. И в течение Семилетней войны он одержал Бориса Херсонского в количестве написанного. Если издать следующий, я думаю, это вот так. Не каждый может повидеть Бориса Херсонского. Это был комплимент США серьезный. За обед. Кину. Что ж мы не думали, да? Волчьи глаза бессонницы глядят, глядят, не видят. Иди, не оглядывайся, глаза мимо не зацепить, не зацепила. Юля, в железнодорожном не бывает осень. Лёва, в железнодорожном не отцветают. Завтра же с первыми лучами мы едем, чтобы в ракурсе и в контроле во всем солнечном, и в контроле во старые времена, говорят, было меньше линз. Ну, просветление, говорят, было хуже, не давался Контровый. Слабо реверное просветление. Это выцвел свет, это выцвел свет. Его стало меньше следа. Свет кончается, Юля, не хватает его. Воздух шипит. Чем мы будем зарабатывать, когда он здесь уйдет? Боручьи глаза бессонницы глядят, глядят, светофорные желтые, бигают и обнуляют, пугают. Боручий пасть говорит, говорит, царечку поотражит, тражит. В железнодорожном знамении ждут. На Рейдштадте книги жгут. Пока земля загадочна в полете. Пока простой печальный синий полотен. Пока вещь окабреют амперии, как плохо сложный, полумажный самолетик. Вся в водяных порезах. Тихо плывет и поет земля. Целует, не разжимая губ. Поет, не раскрывая рта. И еще раз я отхлебнул из горлышка брюд. А доктор Мегаматуллин сказал, хранил о словах. Как-то примерно так я и ранился на ладгалке. Над такими вещами не плачут и не смеются. Черт снова съехал на салу. Что мне делать? Нужно утро и дисциплина. Иначе я, ты же знаешь, начну ходить по воде. Проповедовать углам разрушающихся хрущевок. Доктор Вершинин. Разговор о гуманизме не лечит. Во всяком случае от бессонницы. Доктор. Иголки ржи, таблетки стыдно. Я чувствую, пойду по воде. Вот и буду проповедовать топорам. Они облетели, мне жаль. Такое шло. Доктор Мегаматуллин. Я хотел бы вас видеть. И мне бы хотелось увидеться с вами здесь. Прежде чем мы встретимся в небесной Казани. Она, я думаю, будет белой и голубой. Улитки ползли рогами на бух. И валенки шарфик забытых прихожей были. Земля оказалась яблочным двором диаметром в пять раев цвейнгов. Грязной белой собакой улицы и вставник с сердечками, трубами, заткнутыми за шлага, аэродромом, лакомами в бетоне, взлетной сферической идеации, страха смерти. Затем она обрелась на дне чашки с кофе на набережной зеленой предсмертной волны. Уже в ноябре я не пластвовал, где правил портфель. Вместе встреч, на месте встреч, на месте встреч, в речном порту грузовый экраны мотают головой, знак отрицания. Цветочные фонари разбиты. Завод разрушен, завод заброшен, мышь в заветное лире, я умру и вспомню форму дубов. И выползут улитки, ногами наружу, валенки и шарфик забудутся в холодовой землярах, берется яблочным штрудием с горочкой сахарной пудрой. Белой собакой улицы вставник с сердечками, цветущим, садовым, железным, дорожным. На дне чашки с кофе на набережной с зеленой весенней волной. Я умру и вспомню форму дубов. Спасибо. И те мукачевские лужи... И те мукачевские лыжи... И те мукачевские лыжи... И копоть до потопных лам, Чем далее от нас, тем ближе в определенном смысле нам. Увы, мы не молодеем, Назад уходим головой, Тихо умученный злодеем, Вертящим гирькой часовой. И если нас в набью обряжет добротной выделки печаль, А смерть рядом с распродажей даст знать высотая печаль. Печаль. Двое уже пропали на этой койке. Только приляжет, и все, нет человека. Вы, гражданин, прекращайте свои покойки. Я полночи ворочаюсь, как моральный калека. Ах, мечта моя, девочка. Что ж ты так поблекла? Выйдешь в общество, каждый второй покойник. Гершбург – это наш калининградский художник, Который умер 4 декабря. Вот и Гершбург. Умер-шмумер. Неподдельный человек. Ладно вам, зачем мне в шуме не уходит человек? Пусть ему подушкой тихо, и все на свете пропоет. Пусть он сам себе на ушко слово первое шепнет. Кротов. Пойдем на игры патриотов, посмотрим хоть одним глазком. Манил меня в подсобку кротов, посудин треснутых главком. Салага я как под копирку с него судьбу свою снимал, А он тугую бескозырку еще с Андроповки снимал. Он вел меня в свою обитель, хранитель верного ключа, И пассатижами любитель каналов и переключать, К чему он прибегал с сутурость, пока не обретала речи, Его переносная юность, как микроволновая печь, Чтобы затем, расправив тело, курить, превозмогая муть, И мне, доверившейся целой, бутылке голову свернуть. Ну что, жилец, стояк запитан, Он разливал и сам кивал, А я из блюда с общепитом сырую мочность клевал. Баю-баю, не ходи по краю, Баешь-баешь, под себя копаешь, Придет серенький молчок и посадит на толчок. Волчцы и тернии, А вы чего ж хотели? Гусиный лук и заячья трава, Студеные разверзнулись в купели, И вознеслась бестелая глава на лопухе дыковской капители, Сухая рана смоковой расцвела, А травы, травы, травы не успели. Как ныне насадули в пустотере, В колхозном ли рассаднике потрав, Душа произрастает, И петели из себя, как плату зорчатый содрав, Во вне всего и в незнакомом теле, В кругу сестрит с ненареченных трав, Совсем не здесь и не на самом деле. Ты один, сомнений и тревога, Чужевольно данный мне язык, Воздухом колеблемый треногой В глотку втиснутый кадык, Словом поперхнувшийся вначале, Отчего не сразу онемел, От того, что муку назначали Зерна полные плевел. По кручине я не знаю горши, Буковки колючие ползут, А под моей, моей или вправду, Кожей сжется незнакомый зуд. Твоему согласно приговору Солнце гаснет и восходит прыщ, И меня, надежду и опору, Ты легко уговоришь. Мне твои высоты и теснины В самый раз, но нет, не в самый раз. Я с тобой до кровавой тесины, Ты со мной всегда сейчас. Мы с тобой одни, на целом свете, Целому решительно во вред, Словно бы чужой, слепые дети, Из земли доставшие секреты. Детский сад Ивана Михайлова. Такой чрезмерный сонет. Вооружившись линзой окна, Мы видим, как раскатывает небо в лепешку, Не жалея толокна, В кормилицу, играющая геба. И весь присыпан сытную мукой, Перележавший все земные сроки, Больничный сад, Где вскормлены рукой Ее младенческой синицы, Да будет пир в юдоле этой слез, Да высохнут они без промедления, Столь счастлива дитя, Беря всерьез в мир целый Безраздельное владение. Но в поздний час, Едва им овладев, Она услышит зов, Без разговоров идти домой, За правду, а не мертв. И сей же час, Из гибельных просторов, На сад ночной прольется Детский гнев, Горючими слезами метеоров. Шел снег этой ночью, Всю ночь до утра, И утром, и днем Столько влаги скопилось, Что небо, скупое на влагу, Вчера, сегодня уже не скупилось. Но влага с обиды уже не текла, А как-то валила, Цепляясь развязно за ветки, За плечи, за складку тепла, И крошкой сорила алмазной. А дышливый ветер Гулял по дворам, Борчал, и по дворницке Шел калметелкой, Не то приценяясь к алмазным горам, Не то осуждая мотовку. А город стремительным натиском взят, Повсюду бесчинствуют Юркие горцы, И тянут, и лижут на самках, Скользя, что в варежку им попадется. Да ладно бы, дети, А мы-то с чего, Которым стяжательство не подобает, Ведь наше бодатство огромно, Черно, И нас под собой угребает. Саша Артамоновна, Только что были здесь, А теперь только пыль и взвесь, Между шторками светится, Да темно на лестнице. Слепком теплого тела Стекло запотело, В горке по краю сколото, Детских фигурок сколько-то, Переложено ватой, Будто снег вороватый, Нас принакрыл дохой И не пустил домой. Ведя учет последствиям зимы, Я нескольких вещей не досчитался, И с теми, кто был ею взят, Прощался, Хотя знакомы с ними были, Разве мы? Нет, не были, Но я без них остался, Что до вещей Сдыхаешь легче ты, Теряя то, Не был к чему привязан. Я перечислю для простоты, Ракушка, шарф, Густая тень подвязан, А рад ли ты Прилеской пустоты? Конечно, рад, Но вспомнить их обязан. О памяти, Что мне сказать насчет, Которую по пустякам я трачу, Что ссору вровень Дольному течет Ее ручей. Возьми-ка на учет, И в каждой капле Сыщешь недостачу. А если хочешь знать, Так это вот Улыбка, Бабочка чужого полуслова, Одно мгновение лишнее живет. Уже ты все прервал, И все нарушил, И жизнь ее фактически разрушил, Из ничего возникнув бестолково. Уже свершен досадный разворот Лица и глаз, и губ, Ее несущих к тебе Из сокровенного наружу. Лови ее, Она вспорхнет, Вот-вот, Перелетая в мир несущих. Так вот и жизнь, Мгновение, Пока Лица не покидает чужака, Нелепая волшебная ошибка, Улыбка, Гасающая легка, К тебе необращенная улыбка. Сергей Корнющенко Молодость, Сошедшая с экрана, Весть опередившая гонца, Век незаживающая рана, Хоть и зацепилась ли гонца. Саечку с испугу в тихомолку Сохранит стебливая молва, Ровно положенная на полку, Общим планом снятая глава. Темнотой накормлены, Досыта по углам, Который не возьми, В кинозале хохотно, Досмыта пленка, По набежавшими слезьми. Рано, рано, ох, Встает охрана, И стоит до самого конца Молодость, Сошедшая с экрана, Весть опередившего гонца. Март. Несжатая полоска Нестаявшего льда, Летит, летит полоска, Пустая, как вода, Немая, как беда, Распахнутая троской, Неведомо куда. На воздухе сугробы, Не знавшие земли, Но приглядись особо, И как-нибудь замри, То встали до зари, И для воскресной сдобы Опару завели. Весна не даром снится, Пора уже, пора, Голубенького ситца Трепещут про пора, Неслышная ура несет, И нам синиться, Ни пуха, ни пера. Спускайся, будь добра. Ну и опять Пушкин. Когда же черт возьмет тебя? Это эпиграф. Мой дядя самых честных Правил по-свойски, Без суда и следствия, И сам себя туда подправил, Когда б не явно последствия. Век по нему прошелся трактором, А он и в горе беремычном Не испоганился характером, И верность сохранил привычкам. Все так же тверд И полон злоба К врагам народа, Гнили внутренней, Чужд политической возни, Не мыслит собственная особа Без френча, Без трубки утренней, И чая, черт возьми. Ну и последнее, Это в плане того нытья, Которым как раз вот у ритки. Облака. Громоздятся, толкутся, Пихаются облака, Облако к облаку. Отчего так истошно И кается, Пережившему вас сопляку? Перекатами плотными, Полными тычется горечь Под самый дых. Что случилось, Что вы меня вспомнили В импереях своих ледяных? Бездыханной стою, Кумекаю, Как прикажете понимать Прихоть вашу? А больше и некому Так ревни у меня вспоминать. Невесомые падали, Падали, Не поднять вас, Не обнять. Вышли на небо, Вы не правда ли, Чтобы свиделись мы опять? Вон как пышите Сахарной горкой, Жжется чистый, Пречистый лед, Сластные икальцы, Горько-горько, Но и это сейчас пройдет. Просто снять шелушащийся слой И кровавую корочку снять, Чтоб увидеть и землю и плоть Раскорнившихся плоских щенев. В поголившихся плоских щелях Нагловатые нервы травы Наглотаются лях и поляк, И Сусанин в предгорьях Москвы, И Сусанна в предровьях Молвы, Наглотается мох или блях. Как надбровные дуги Звенят колоколицами бровей, Это лучше не знать, Или знать это лучше, Чем ветхий завет. Это глажа ствола под рукой, Легче ручки в замерзшей руке, Западающих клавиш отбой Добивается ритмом ракет. На экране сплошной синевы, Не небесный, а просто небес. Угловатые нервы травы Под землей превращаются в лес. Она касается дневной стремянки, Полярной ночи наливной. Кругом паленые останки Перебирает летний зной. Малярка с круглыми ногами И раствороженной спиной Стоит и капли с сонным градом Двускатных крыш бегут не рядом, Но рваной линией кривой. Мы тоже были сапогами По локоть в глине и зале, В небесную славу пригибали К исчерканной, покоцанной земле. Бежит царапина на лаки, И пианино, как в бараке, Визжит алле, алле, алле. Ее ладонь сжимает кисти, На самом деле будто в жизни. Будь это Брегель или Бог, Здесь все давно бы растворилось, И на прощание замок Шершава скрипнул, И на милость какой-нибудь бы отблеск лег. К черному севу готовь топоры, Верного зверя пилу. Сорному зеву он ли оставит Родную сестру на поперечи тропы? Мелкой русалкой слюней и огня, Дымной дриадой трубы, Девка наружу смолит из окна Вид на судьбу и снопы. Все, что не скажет она про себя, Сразу получится вслух. Видно, как там в глубине пикселят, Пашет прозрачный пастух. Всякий из них не протянет Сквозь сон руку или иглу. Свежий родник заживает пластом Родину в давнем углу. Тень моя тень, золотистый плетень, Крынки наколих голов, Овеществленных древесных детей, Переходящих в голов. Восьмилетняя девочка С куклой наперевес Прозревает духом. Презирает духом за лишний вес, За их луковый запах И отсутствие всяких луков. Она-то думала, Все будет не так. Думала, вострубят Канализационные люки, И у больших и не очень умных ребят Рты закроются, И не в такт на замахе Опустятся руки. Но улица стынет, Кукла беспозвоночно висит, И сентябрь подходит К началу второго года. В ее жизни это первый, Но отнюдь не последний визит Подобного рода. То их пленку услышит, То краем одной стопы Ощутит подземные дуновения, То ей кто-то крикнет «Дыши, не спи!» И она еще глубже заснет И задышит лежащей тенью. Вынимаешь из воды, скажем, Девятьсот осколков кораблей, Раскладываешь рядом с пляжем Те из них, которые светлее. Строишь дамбы, мосты, дороги, Распускаешь по ним молву, Свет далекий и недалекий Всюду брызгает наяву, Он еще не дерево, но отросток, Или, скажем, еще побег Сквозь почти непечатный воздух Или еще не зачатый снег. В корневой его сетке верткой Разбивается не душа, А ничем не живой, не мертвый, Всем сияющий по дешах. У него есть вазир и ваза, И красавица полных чаш, Там, где дым достигает мяса, Подведенных углем очах. Тело труба и далекие льды В заостренном теперь глазу Будет видно со споду, Как белый дым и как серый дым И мазут. Ни о чем не печалься, Асфальт и укладчик На исходе осенних сил. Под землей не видно, Не видно и над землей, Шерстяного парка один настил И другой трикотажный слой. Смой салба и сотрись руки Эту птицу, летя на юг. Она делает в небе круги, Круги, это все ближний труд. Это все, говори себе, Не стоит и не стоит, И нога завязнет, Как вязнет дно. У тебя в глазу Молодой и наивный стыд Пересыплется на зерно, Перепреет на воздух и на покров, Упадет не позже, Чем середина дня. Вся покрытая коркой Маслов и слов Будет выбрана из огня. Кто видел упругую черную гладь И белую плоскость живую, Солнце захочет меня обглодать, Глядь, я над ним же жирую. Кто вылил округую красную плоть, Ее изнутри разрывая, Кололся, но медлил совсем заколоть, Потом, как одышленный мысленный крот, Разрыл, а она, блядь, живая, Разбил, как помешивый масляный сон, Фарфором в муртом малолетке, Где мышкой молочный зубок Унесен, как будто не первый и ветхий, Не мышкой, но фейкой За бок разгрызем, Засунем под мышку копейку, За щеку другим безвозвратным облом Тепе зацепится посмейка. Семейка лежит, вошеделея редком, Жалейка визжит, точно жалит окон, Где нет никого, но кого-то Толчком вызывает небесный портком В подземный райком оборота. Брат Олежек, блат Олешек, Плат Орешек, сколько платьев у дерева, Листьев у доски, Из которой нарежут пешек земляные, Горенистые пески, гнилистые мостки, Не скрипнут, но хлипнут Всей своей влагой впившееся волокно. Корень пила ее, и она впилась, Ствол сосал ее липкую стласть, А теперь ветер и песок Тоже пьют ее, как сок. Давным-давно люди были деревьями, А деревья были людьми, Как мошенники на доверие Терлись ласковые дымы. Они тоже были, как ствол и крона, Их корни росли в печах. Все росли, одного закона всем хватало. Но вот печаль не хотела быть деревом, Не хотела быть братом, А хотела быть лодкой в таких печах, Где бы правым и виноватым Каждый сам себя назначал. А она была так прозрачна, Так была, так светла была, Что за парк ее принял любой палач, Но не тот, кто еще не пал. Кто жил сам на глубоких ветках И смотрел в высоту пустот, Брат Олежек, блат Олешек, Плат Орешек, охотник меткий И всегда попадает в рот. Когда люди были деревьями, Но деревья уже без сил, Голосили и староверами их назвали, Он нас простил. И сорвался плодом и азбукой, И пророком, и вещуном, Его голос сухой, неласковый, Пошевеливал в каждом дно. И, наверное, кто-то заново пожалел И не стал бы жечь, Как тара пожимает ранами Изнутри дровяную печь, Но печаль стала новой азбукой, Угловатой и нефтяной. Оттого он всегда опаздывал За горючей ее спиной. Когда оратор и оратой Так перепутают свой труд, Что станет раной вороватой Колючее гнездо под рук, Путь предпоследний и обратный Так перепутают свой труп, С травой, землей, лежалой ватой, Перемежая петли путь, Что весь один по обоку встанет И подглядит из-под бровей, Как тает явными местами, А воробелый муравей, Мелиоратор и локатор, И черно-белых крошек клад, Сует шестой и пятой лапой В раздвинутые рты ребят. Ангелы подтягивают землю Голосиным канатом, Тот и этот подтягивают земле Голосиным канатом, Хрусталем прокуренной парусиной, Белую твердь, и твердь золотую, И смерть, и дверь хлопком Хлопочущую впустую, Смерь его длинной, его величины, Его крепкие нитки, Неразличимы, неугасимы, Тянут-потянут, и так, натянутые до упора, Неразрывно связывают горло и горлодера. Ее зовут никак, И звали никуда, Кругом автозавод, Она одна звезда, Она днем спит, А вечером ночная выходит покурить, И у подъезда пачку ночная Идет по улице, и у нее горит. Да, про таких примерные писали, Что днем где спят, А ночью кровь сосут, Что на таких ходили партизаны С дриколием, разбивающим сосут. Но что ей кровь? Она поднимет веки, И свет из глаз сосет, И цвет пускает вглубь. И вот уже на месте человека Темнеет контур незнакомых губ. А он ушел по свету и до света, Ей упоет и выпит ей до дна. Он стал теперь обычной комета, Весь изойдя на свет из ближнего окна. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тоже как тим... Я как тим не подготовилась, Но решила вдруг синхронизироваться с погодой. У меня есть цикл стихов, Которые я писала примерно вот тогда, Когда последний раз была на слове. И он как раз про ту же самую погоду, Про ту же погоду, В которой мы сейчас линзаком. Называется он Стогольм. И я, наверное, никогда его не читала, И, наверное, не буду больше, Но вот мне кажется, Что сейчас он может пойти хорошо. Утро в шхерах. Разговаривать не хочется. Извилистый берег раскрывается, Повторяя себя. Остров — это камень. Камень — это остров. Бинокль ловит туман, Воду, одинокие домики, пристани, Знаки, запрещающие швартовку, Створные полосы. Перемещаемся на корму, Наводим на резкость, Ничего не меняется. Снова лодки, Снятые моторы, тенты, Скалы, знаки. Хозяева, молодые рыбаки, На наши вопросы отвечают старательно, С недоумением. Кажется, не понимаем мы их, Они нас, тихо переговариваясь Между собой на языке команд. Взвоенные согласные. Столько препятствий для голоса. Сохранить дыхание, Удержать тепло. Не для себя, конечно. Им для себя не нужно. У одного трое, У другого пятеро. Обычное дело. Мы пока бездетные. Читаем, путешествуем, Повязались за ними в лодку, С непривычки руки ободраны, Горло саднит, хочется спать, Встали ни свет ни заря, На завтрак селедка. И так будет всегда, Сказал кто-то из нас, То ли в шутку, То ли уже всерьез. Здесь, ко всему прочему, Совершенно нет солнца. Его не ждут, О нем не думают. Живут каким-то Невероятным озерным свечением, Идущим снизу со дна, Сверху со всех сторон. И каждая лодка Оставляет свой след До первых заморозков В виде двух расходящихся угроз. Яхты на набережной. Черные и белые краски Женские имена, Тави, Лена, Эсмеральда. Цветы в горшках, Герании, Бегунии По случаю хорошей погоды Выставлены на палубу. У бортика Бутылка из-под пива, На донышке дождевая вода. При входе много обуви Взрослой и детской, Ящик с инструментами, Канат и гвоздья. Дверь открыта. Можно заглянуть внутрь И внезапно оказаться дома, Где ничего не изменилось С тех пор. Пойдем на Судермалю. Там обыкновенные дома, Смотреть нечего. Одна высоченная кирха, Новая из красного кирпича, В ней почти не служит. Нет прихожан. По воскресеньям Молодая женщина В белом облачении, Обращаясь к кучке японцев С фотоаппаратами, Говорит им. И стал свет. В нем была жизнь. И жизнь была свет человека. Прогулка по городу циклопов В пасмурный день. Глыбы, здания, Острова, промытые в камне, Отели на первой линии Закрыты по случаю шторма, Музей без посетителей, Парусники без парусов, Поручни, натертые до блеска. И все-таки это вода, Ее отражение. Я иду по набережной Сквозь стекло, Витрины, Вращающиеся двери, Шаг за шагом Все ближе к морю. Гостиница в центре. Настенное панно, Синий круг на белом фоне, Стекло, акриловая краска, Имя художницы, А также пояснение на тему, Как надо воспринимать Это произведение искусства. Мы добросовестно Вглядывались в неровный Красочный слой, Искали оригинальный замысел, Посмеялись, конечно, Над наивностью местных, Которые всюду видят праздник. Бумажный короненастоящий, Куски стекла, Насталяцию, И пьют из пластиковых стаканчиков Дорогое вино. Хотя если вдуматься, Сказал ты, Но они не вдумываются, Они видят, как есть. Белое море, Синее солнце, Которое никуда не исчезает, Не заходит за горизонт, И только становится голубым На закате. Окно на улицу Напротив точно такое же, Зашторенное день и ночь. Рождественские подарки В оберточной бумаге, Покрытые слоем пыли, Аккуратно сложены в гостиной. Город детей, Выглядывающих из игрушечных домиков. Можно носиться, Шуметь, Никто не услышит. Можно не пить молоко, Не делать уроки. Взрослые не заметят, Как ты подрастешь. И однажды ты просто Не сможешь войти в дом, Пеппи длинный чулок. Самые сильные девочки на свете. Флагманский корабль Гамула Стан, Затонувший 300 лет назад, Поднимается из воды При полной оснастке. На площади не души. Над ратушей Синий-золотой флаг С изображением короля Эрика Святого. Скрипят лебедки. Место работ Оцеплено конной полицией. Снизу толпится морской народ, Разглядывая бородатое днище, Обросшее меденье. Гигантский осьминог Поднятый на талиях. Остров выходит с корнями. Земляные щупальцы, мосты Тянут за собой флотилию Доисторических кораблей. Чайки обитают В каменных гнездах. На улицах не крошки. Скверы, памятники, шпили, Прямое продолжение открыток. У города без зрачков Исполинские надгромные дуги. Монолитное тело. Найти себе что-то на память Невозможно. Выступов нет. Не за что зацепиться. Остается блеклая вода. Гранитная пыль для нас, Городских голубей. Серые розовые зерна восходов. На двоих нескончаемых Набережных с тобой. И еще одно маленькое. Оно прям совсем доисторическое. Это какой-то был 2001-й. Детство называется. Никто не помнит о нем. Чей-то ребенок У ржавых качелей Слушает ветер, Видит тени, Взлетающие к небу птиц. С каждым взмахом все выше. Гаммы наперехлест, Перегонки. Кто быстрее? Горластая труба, Спотыкающаяся фортепиано, Или робкая, Снулая скрипка. Двор, затерянный в дворах, Топтанные в землю щепочки, Четыре осевших столбика. Вот и все, Что осталось от скамейки, На которой молодые женщины Из круга Леонарда Пытались различить Сквозь паутину Цветущие липы, бабочек, Своих малышей В одинаково белых панамках. Лето, пошедшее трещинками. Это не подлежит реставрации, Я знаю. Но уже не я, А ты бежишь по дорожкам. Тополимый пух Обыскается на свежую краску, И кто-то без конца Разучивает на трубе Путь вверх и путь вниз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лена, Лена, Лена. А мы хотели тебя попросить Почитать. Если это я прочитаю, Конечно, счастлива. Я была на фестивале Сглова один раз в 14-м году. Я там прочитала 200 повторений про улиток, которые никто не услышал, потому что там был очень шум. Сейчас я хочу повторить Это такой ужительный успех. Но сейчас уже другой стихотворение проходит. Это последнее стихотворение Последнего большого цикла, Которое называется «Примерно десять братьев». И стихотворение тоже так же называется. «В медленном времени перемедленном, Как улитка Брунгильда На девятом десятке ультрамариновом, Как рильке смородинговой, Восемь раз через себя перекинувшись, Как серебристо-зеленая С семью головами чешуйчатыми, Как друг шестеренка Из красного марсианского железа, Как цифра пять С золотом вечным, Горящая в песнопении, Как четыре шафранных чижа, Веселящиеся в четырех желудочках, Как три незнакомца С непонятными лицами, Как два Николая В ушанке и в картузе, Так один брат я остался. Но как узнать, кто? Упадайте мини. Они отвечают, Это вторая часть, Они отвечают, Варин, не вопрос, Ты наш друг, живущий в стене, Цветы старого мха, У нас тут кранты и болты, Знамо кто, Занят не знамо чем, А ты чего-то шуршишь там, И средь белого дня По беленой стене Все закрылые паттерны Пролетают и скачут Чижа, куритка, дракон, Огненная река, Троица, Светитель, Трансформеры. Часть третья. Или это не ты? Часть четвертая. Или я, говорит, Или я, Я утешен, Проницательностью и дневновидностью Вашей, Хоть свет и теряется, Я умылся и приосанился, Отсморкался, Откашился, Подхватил ритм Первый попавшийся. Или нет, Не правда? Хочу сказать вам, Как человек недалекого будущего, Дурковатого, Но хорошего, Когда солнце погаснет, Но не остынет, Я хочу сказать вам, Дорогие мои, Не бойтесь, Больше уже не кажется, Что никто не слышит. Так я придумаю, Пятьдесят лет назад, Еще при прежнем. Так я бормотал В тоннель мою, В худую спину мою, С почти надеждой, Как гарибоза. Я исходила из пола, Каждый миг Тягостной тишины. Я целовал уши Ее захватанные, Когда друг умер И бросил меня. Да и сам я вел себя не лучше, Когда танки ехали По Волгоградскому, А в кинотеатре высота Шел призрак оперы, Когда дикий младенец Смотрел из колясочки, Как фаенский портрет, Не улыбаясь. Тогда я поставил флажки Над речкой с мородиной, Начинал ленту, Обвел контур, Вызвал пожарных. Я спас Брунгильду Из магазина аквариумов, Я кормил ее Салатом и отрубями. Один брак я остался Со скрипочкой моей, С контрабасом. Времена встретились, Повторять нет смысла. Дорогие мои, Не бойтесь, Больше уже не кажется, Что никто не слышит. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.